Государство будет поддерживать завод КАМАЗ и сохранять рабочие места на предприятии. Об этом заявил президент Владимир Путин, который прибыл в набережные Челны на торжества. 40 лет назад с конвейера завода сошел первый грузовик. На производстве не забывают историю, но больше смотрят в будущее. И сегодня президент говорил с рабочими о новых задачах. Легендарный грузовик КАМАЗ под номером 1 на почетном месте в заводском цехе. В 1976 году его даже отправляли в Москву, чтобы продемонстрировать делегатам очередного партийного съезда. Рядом новая разработка инженеров завода. Автомобиль совершенно иного уровня. С современным двигателем, гидравликой и электронной начинкой. Зримое воплощение пути, который автомобильный гигант прошел за 40 лет. История завода началась в 70-е. В чистом поле на берегу реки Камы развернулась ударная комсомольская стройка. Сюда ехала молодежь со всей страны. Небывалый размах и передовые технологии. Завод воплотил все лучшее, что было на тот момент в грузовом автомобилестроении. Виктор Коняхин попал на КАМАЗ по комсомольской путевке. Хорошо помнит тот день, когда из цеха выехал первый автомобиль. Я даже убежал, как говорится, с рабочего места, честно говоря. Ну, правда, бригадир предупредил. И пришли на первый конверс с ребятами как раз на этот митинг. Ну, очень интересно. Шумно, радостно. Сейчас автомобильный гигант включает 12 крупных заводов. Грузовики поставляются в Индию, Вьетнам, страны Африки и Латинской Америки. Это главный сборочный конвейер завода. Он построен еще в 1976 году и с тех пор несколько раз модернизировался. Сейчас здесь собирают КАМАЗы 50 различных модификаций. 200 машин за смену. Каждые 4 минуты с конвейера сходят готовые к эксплуатации автомобиль. Торжественные мероприятия прямо в заводском цехе. В качестве сцены платформы двух грузовиков. Выступление президент начинает со слов благодарности в адрес заводчан и подчеркивает их вклад в экономику страны. КАМАЗ стал одним из ведущих предприятий в своей отрасли в мире. 11 место занимает. Это очень хороший показатель. Ну, а в стране более 50% рынка грузовых автомобилей, перевозок занимают именно автомобили КАМАЗа. Это очень хороший показатель, номер один в стране. И что особенно важно, что КАМАЗ развивается. Он не стоит на месте не только по количеству выпускаемой техники, но и по качеству выпускаемой продукции. Внедряются новые технологии, развивается кооперация. КАМАЗ ведёт себя очень амбициозно и по-хорошему агрессивно. Как и весь российский автопром, КАМАЗ борется с трудностями и делает всё, чтобы сохранить кадры. Средняя зарплата на предприятии 29 тысяч рублей. Это даже больше, чем в целом по республике Татарстан. Государственная поддержка завода будет продолжена, заявил Владимир Путин. Проделана огромная работа. Я хочу сказать, что мы всегда поддерживали ваши предприятия. И несмотря ни на какие сложности в экономике, вы знаете о них, мы будем поддерживать такое нужное для нас предприятие, как КАМАЗ, и в будущем. Будем всё делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. С праздником вас! Спасибо вам большое! Поздравляю! Президент пообщался с ветеранами КАМАЗа, которые 40 лет назад собирали первый автомобиль. Когда все видят, что у нас сплочённая страна, сплочённый народ, и за спиной есть такие люди, как вы, совершенно другое отношение к стране. Устойчивую работу заводу обеспечит и крупный контракт с Роснефтью. На поставку для нефтяников до 2018 года 2000 машин. Договор был подписан в присутствии президента. Завод «Римдизель» тоже когда-то был частью КАМАЗа, но в последнее время полностью переключился на оборонку. Такие бронированные лёгкие тягачи никогда не производились в России. Это продукция Харьковского завода. За короткий срок, рассказали президенту «Наримдизеле», по программе импортозамещения освоили производство узлов и агрегатов почти трёхтысячных именований. И сейчас проводят капитальный ремонт и модернизацию тягачей. На этих изделиях нет ни одной детали импортного производства. Всё российское. Такого рода техника востребована в армии. Её возможности наглядно демонстрируют эти любительские кадры, снятые на Сахалине. Снежный Буран засыпал тягач по самую крышу, но машина без усилий выезжает из-под завала. На другом оборонном предприятии, заводе специальных автомобилей, президенту показали новейшую разработку российских конструкторов. Бронированный автомобиль повышенной защищённости «Тайфун». Он предназначен для подразделения ВДВ. Во время натурных испытаний опытный образец обстреливали практически всех видов оружия, в том числе и бронебойными патронами из крупнокалиберных пулемётов. Подрывали фугасными зарядами массу до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте экипажа находились манекены, на них не царапины. Стреляли по всему периметру и также с крыши на крышу. То есть полностью получилось так, что вся боковая проекция, лобовая проекция, корма и крыша вся была обстрелена. А снизу были взрывы, чтобы посмотреть, что у нас с экипажем. Сколько всего было выстрелов, сколько пробоев? Здесь было порядка 130 выстрелов, пробитий 4. Но поскольку у нас идёт окровская работа и мы идём дальше, мы эти места небольшие, 4 места, мы их защитили и ушли на госиспытания, на государственные испытания. Сейчас 100%? Да, сейчас 100%. Прошедший год выдался успешным для нашей оборонки. Гособоронзаказ в целом выполнен на 97%, а по некоторым позициям на все 100%. Данные прозвучали на заседании военно-промышленной комиссии. Это лучшие показатели за последние годы. Доля новейших вооружений в российской армии составляет 30%. Это тоже плановые цифры. Отдельно президент остановился на развитии обороны промышленности в Крыму. Средства пойдут на обновление технологических линий, подготовку новых профессиональных кадров и повышение квалификации специалистов, занятых в крымской оборонке. Кстати, в целом, как смотрится по финансированию, сколько там примерно объём будет? У нас рост объёма финансирования, он идёт даже не в разы, а в десятки раз. Но это не очень корректная цифра, потому что не было раньше вообще мало, что было заказано. Тем не менее, не помните ли об объёме? Точно цифры сейчас доложат у нас Бочкарёв. Олег Иванович. Олег Иванович. Где? Сколько примерно? На сегодняшний день запланировано 10 миллиардов рублей до 2020 года. А крымские предприятия? А крымские предприятия в рамках ГПО ПК. Это программа внесена в Минпромторг. Хорошо. Нужно внимательным образом за этим следить и обеспечить это финансирование. Нам и рабочие места там нужно сохранить, добавить что-то с точки зрения технологического развития. Там перспективы хорошие, люди хорошие. Нужно провести дополнительную подготовку кадров. Там есть над чем работать, вы это понимаете. Президент отметил, что оборонные предприятия в Крыму должны получать заказы не только от Минобороны, но и других ведомств. Например, ряд заводов можно задействовать для производства металлических конструкций для Керченского моста. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Олег Матюшин, Георгий Виноградов и Павел Рудаков. Первый канал. Татарстан. До свидания.